Общественные и политические деятели, представители гражданского общества, обеспокоенные грядущей ратификацией соглашения о передаче Питсунской госдачи в собственность Российской Федерации, создали новую организацию – Комитет по защите суверенитета Абхазии. Мы считаем, что по такой схеме, как сегодня запускается это соглашение, где не учитаны национальные интересы абхазского народа, где нарушается и наша конституция, и наши законы, по такой схеме, если мы 16-18 объектов, которые были объявлены, отдадим, то мы потеряем свою субъектность. Мы не сможем вообще дальше уже сами решать свою судьбу. Мы потеряем контроль над собственной судьбой. А лишение экономической базы народа, лучших земель, инфраструктуры и так далее, это фактически лишение абхазского народа контроля за своим будущим. Наталья Смыр выразила возмущение оппозиции президента Абхазии Аслана Бжания по вопросу передачи Питсунской госдачи России. У меня претензия одна. Вот когда мы пишем на страницах Фейсбука, интернет, пространство, и возмущаемся, почему посл себе позволяет такие вещи, и обвиняем посла. А я хочу сказать, товарищи, друзья, мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы того заслужили. Вообще, как есть такое расхожее мнение, человек стоит столько, во сколько он оценивает себя сам. Наше руководство оценило нас, ну, знаете как, до уровня состояния какой-то торга на рынке, понимаете, то есть какого-то предмета, который ты торгуешь на рынке. Серьезную обеспокоенность у депутата парламента 6-го созыва Наталья Смыр вызывают настроения среди депутатов нынешнего 7-го созыва. После выхода с каникул они должны будут рассмотреть вопрос ратификации Питсунского соглашения. Определенная часть, я знаю, точно не будет голосовать, но их не большинство. Почему мы сегодня все это и делаем, все эти наши выступления, движения, собрания. Для чего? Потому что вероятность того, что большинство парламента может ратифицировать это соглашение, и во избежание этого мы стараемся как-то сыграть, упреждающие какие-то действия, чтобы донести до людей, что, как все говорят, ящик Пандоры, красная линия, да как угодно это назовите, это правда, это истина. Не столько вопрос Питсунской госдачи, сколько потенциально последующие за этим вопросы продажи земли и недвижимости иностранцам волнует депутата шестого созыва Алхаса Джинджолия. Он уверен, что это прямая угроза суверенитету Абхазии, так как массовое приобретение россиянами жилья может привести к тому, что Абхазы снова станут меньшинством в своей же стране. Если это решение приводит к изменению национального состава республики, ну за сто лет, это я уже говорил и повторю сегодня, это уже с нами было не один раз. Один раз это закончилось махаджирством, потом это закончилось войной. Кто-то забыл в 20-х годах, когда здесь огнем и мечом прошли наши восточные соседи, как это было во времена культурной такой экспансии, так назовем. Все забыли груз переселен, строй. Слушайте, вы откройте глаза, при чем тут политические наши трязги, лязги, непонятно за что, за какие ресурсы, вообще не важно. И вообще я бы сейчас обращался, я бы убрал слово оппозиционные, властные, вообще не плевать на это разделение. Я обращался бы и обращаюсь ко всем нашим, в первую очередь старшим людям, кто это все пережил. Какая разница, в какой ты состоишь организации, если у нас закладывается уже сегодня нашими неуклюжими действия, закладывается основа для будущих конфликтов. Доктор исторических наук Гурам Гумба считает, что система государственного управления нуждается в кардинальных изменениях, так как не отвечает интересам абхазского народа. Да и сами эти интересы толком не сформулированы. Нет четкой национальной идеи, непонятны конкретные цели и задачи развития Абхазии как государства. Мы не против власти, не против системной оппозиции. Сегодня у нас нет времени вести борьбу за власть, которой завтра у нас не будет. Мы подошли к той ситуации, когда все мы, представители власти, поддерживающие власти, оппозиции и так далее, мы должны объединиться для выработки, что мы дальше хотим, кто мы и куда мы идем. Для этого, именно в этих целях, создана такая площадка, где мы смогли бы генерировать те идеи, взгляды по развитию абхазского общества и в качестве независимого государства. Общественный деятель Дмитрий Габелия рассказал о работе, которую планирует провести комитет по защите суверенитета Абхазии в ближайшее время. Материй Габелий Степенов, глава рай scatter ont patrolению за технологии от Суверенитета Абхазии, Очень многое�들 оağıises, вирусом Ачар, не халадзик сыкулач в брае икалар цитахуп, избанзары, ульчта, яхваге хамуп, яхбуге ихуп, обриялар шараги, агала хаз хьёб хасыгуп, набра хаж вибыта на усей цура. Хазлача ж уздараквозиге бас сезирджуцез, чуцабжи архазаз хампа да пиццондадбе ззароп, уяма царакудзам обриялар шарайзлах дырвалах. Ко рамчиро гиуор павес GNA згэхар яхрая хаймарю ззаразагалаб хиага яхзопшу, яхаге иудавю, яхаге масштаб ду ззаракув обриялнат, абрага хшэйкшэхат хаза, абрага хшэмя пахгаз, абрага шагалкуш раа ахарпшы, загирта зззараквозиге, В течение недели создатели Комитета по защите суверенитета определятся с местом и датой проведения первой встречи. Принять участие в ней приглашают всех, кто публично высказывался за или против ратификации соглашения по Пицунской госдаче, а также всех, кому небезразлична судьба страны.